Добрый вечер, Карлем. Здравствуйте, здравствуйте. Что-то долго мучился, я вам говорил, что я не очень дружу с техникой, поэтому так получается. Я вас слушаю, Карлем Меллим, вы уже столько дней хотите поговорить со мной, я внимательно вас слушаю. Просто я впервые вот в таком эфире, и хотел бы вначале просто пообщаться, чтобы знать, что как, а потом уже прямо в эфире. Я не знаю, все, что хочу, я могу сказать неплохое. Давайте. О себе. О себе немного. Нет, ну я могу сказать, что я кировоглазский армянин, 28 лет жил в Кировбаде, сейчас живу в Краснодаре. Да. Я давай, вот что я думаю, скажу, а потом какие вопросы, я на все отвечу. Можно? Связь хорошая, слышно, нормально? Я в шоке. Так, а по всякой, да, можно говорить, про всякой? Ну да, почти что да, конечно, Карлем. Просто я, знаете, хочу такие жизненные ситуации, жизненные примеры привести ко всему этому. Значит, когда мы жили в Азербайджане, один раз был с юнатой, в общем, после того, как люди сидели, вышли, выпили, вышли покурить, один другому как-то не так посмотрел, ударил, в общем, подрались, их разняли, вот один из них пошел, пожаловался. Пожаловался, на следующий день вызывают этого, кто ударил, а он боится идти, потому что его сразу там накажут по плавной. Ну, слышно, все нормально? Да. Ощен, посылает папу. Папа приходит, повестка в руках. Его там смотрит, говорит, ахсақ, айф, дей, сэм, нэдэ, далашивсан, наваривсан. Да нет, говорит, просто, Сintend тебя интересна, где нет? Раз, сэ Cem и mothers göдрав, начи, мэсэл антиins清楚. Когда вы получили правду, вы получили правду вот этот силу. Они вы получили правду, эти правды не подкрутятся, но посчитают правду, tusешь верить. Девушки отдыхают. 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 Ну, я скажу свое мнение такое, я по-мужски то же самое говорю, вот то, что ты говоришь, да, как можно там жить, и вдруг что-то против говорить, и даже не дай бог оружие в руки взять, да, это очень не по-мужски, это очень некрасиво получается. Ну, есть такой маленький нор, по-мужски, например, вот я сколько помню, маним бабамын бабасы, к примеру, да, генрики бахару, ну, грубо говоря, мэн демирам, торпақ кеминди, нэди, просто по-человечески, да, перь, 100 илин тарихи вар, мэсэл чин, bizim насилия, он, я шамасан. А теперь я не пойму, скажи мне, пожалуйста, дай, айры, кереки, я лёшкан, верилер вид на жительство, у нас 40 гражданин, например, мэн, полноправленный член этого общества, да, без юзи, я шиырых, грубо говоря, да, и ты вот ты чеш, говоришь, что сіз безим чоряй, етінгезне. Если можно, пожалуйста, берез Гюндерова, чурактен ей. Вот я в Краснодаре живу, да? Понимаешь, да, о чем я говорю? Люди работали, трудились, создавали. Мэн там и ширан нормальный фэглэш, чемат там. Я не говорю про жуликов, бандитов, политиков. У нас все эпитетно. Ну и в итоге получается вот такое впечатление, что хочешь на Диармир, чематан в вокзал, до свидания. Мэн Яширан, мэн Яширан, мэн Яшкима против Тэйля. И меня, допустим, говорят, давай до свидания. Наталья говорит, Юзиль, Порта, Иштамиши, создавали условия. И вдруг я получился чужой, да? А это во многом, кстати, вина армян. Почему я вам скажу? На тот момент в Азербайджане проживало около 400 тысяч армян. Я перебью. Это знаешь, на что похоже? Карлен, Карлен, я вас понимаю, я вас понимаю. Нужно, если правую щеку ударили, ты ударь его левую. Нет, все, опять не в этом. Разговор в другом. Вот вы захотели остаться на своей исторической родине, правильно? Вы захотели остаться там, где могила вашего дедов и прадедов. То есть, да? То есть, да? Если бы вы все вышли бы на Площадь Свободы и сказали бы не нам, а своим другим вот этим националистам конченным, этому я не знаю, как это, Дашна, Цуцун, Муцун, вы им бы сказали, нас здесь 400 тысяч, мы не хотим уходить, поверьте, они бы заткнулись. Вся проблема в том, что армяне в Азербайджане не встали на сторону Азербайджана и просто на сторону своей земли. Они просто в растерянности были, их раскололи. Вот этой провокацией Сунгайкта, всем этим их раскололи. Если бы армяне в Азербайджане сказали, это наш дом, мы не уходим, заткнитесь. Кто вы там хотите воевать, там воюйте, у себя. Мы здесь. Яхши, для этого есть люди, которые могут эти вопросы решить. Вот когда первые стычки были, мы все думали, что есть государство. Тогда хокюмет главный был, ты знаешь где. Сейчас у каждого свой хокюмет. Я могу за свой хокюмет сказать, что азербайджанский хокюмет сегодня сделал все, чтобы в Азербайджане не было моногосударства. Вот армяне, Армения, это моногосударство, правильно? Азербайджане сегодня живут, представители, я не знаю, множество языков, культур. У нас мечети, синагоги, церкви, храмы, буддийский храм есть, понимаете? Все это есть. У нас все говорят на русском. Я вчера говорил, Украина, русскую свадьбу в Баку. Каждый день у нас вот это вот, у нас здесь все. У нас главное гражданин. Инди, я извиняюсь, да. Вот, допустим, 10 русских живут, да, нормально себя чувствуют. Нормально, это и кто? Они погибали в Карабахской войне, два шахида русских. Да. Аллах, я вам скажу, что это все. Вот, допустим, люди живут 10, 20, 50, 100. Не дай бог появятся какие-то националисты, к примеру, да, не дай бог. А люди там создают, работают. Как это? А чтобы не было националистов, знаете, что нужно сделать? Нужно, чтобы государство было не моно. Вот это ждет Армению. Если завтра там будет... В Армении хотя бы один турок живет? Тюрк. Я не думаю. 500 тысяч армян живет в Турции. Как, Дадад? Как? Я извиняюсь, я перебиваю тебя. Я сейчас хочу разговаривать про азербайджан. Да, пожалуйста. Потому что я там, да, родился, вырос. Я сейчас... Давайте вы задавайте мне вопросы, мне так проще, иначе мы будем... Нет, я не буду... То, что в моей мысли есть, еще есть. Я сейчас все буду говорить, а потом уже будем общаться. Ну, сейчас. Вот смотри, допустим, 40 лет назад... Слышно? Да. Да, да. 40 лет назад в Кировобаде есть... Ну, буду по-азербайджански говорить, чтобы было нормально. Да, да, генце. Генце, Чинник Аблар Завод'у и Кеннады фабрикасы'н, кизлари, кадынлары, мэтуп пишут, кизлари, кизлари, женщины, зацветы, фабрикасы, термение и убежать. Продолжение следует... 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 Он же за землю воевал, грубо говоря. Он с Шамаха, куда Карабах, куда. Поэтому он вернулся к себе домой, на свою маленькую родину. Хорошо, ты мне напомнил про Германию. Да, пожалуйста. Нам говорили, что без им дешмана не мести. Слышно? Да, да, да. Да. Сегодня я смотрю, у них есть арабские, армянские, азербайджане, так можно создать такие условия и тем, и тем, чтобы... Это при полной победе над нацизмом. То же самое, пока не будет полной победы над вот этой вот шизофренией, которая называется вот нацизм, мы великие армяне, вот это наши земли от моря до моря. Пока этого не будет, пока адекватные армяне не признают целостность Азербайджана, а азербайджанцы не признают целостность Армении, той, которую мы имеем, да, границ, не будет никакого спокойствия. Пока мы это признаем, националисты уйдут в сторону, вернутся к себе во Францию, где они живут, в Америку, и будут там жить, тогда будет мир. Ну, Паша, зачем нам спотыкаться, ошибаться, когда можно на чужих ошибках учиться, да, вот. Сейчас ты говоришь, «Чамат еды, я шью, все нормально, я шила». Ну да, да. Надо я еще одну вещь скажу. Да, да. Вот как-то ты говорил, что, ну, не знаю, с кем-то диалог был, и ты говорил, что везем Тюркляр, Карабах-тошитники, дыля-дыля. Я тебе хочу маленькую историю рассказать, но я всегда рассказываю из жизни, что я слышал. В Краснодаре был эрвеноглан, значит, доксанинджиллярда, значит, он, ну, Пашинсов, где-то таможня-маможня ищина, спив, и спадает, и все-таки раз поугазался. Ну, кому-то помог. Кому-то помог. Прошло время, оказывается, ненастоящее. Пришли, его за шкирку взяли, кем-то шей лифт, да, кем-то лифт. Отвели, он прыгал туда-сюда, в общем, взяли у него, взяли, отпустили, ребята. В общем, проходят годы, один раз, отворил, если там-то, в общем, оно было не которое-то-сюда. Я помню, в общем-то, в общем-то, но я ищу. Он легко возил, никакой вопросей, не сделал. В общем-то, в последнее время мы начали и и это мы и и и и и и Они разговаривают, которые мне говорят, что они мне и уходят, что они мне отправляют. Они мне и уходят, что они мне и уходят, что они мне не подняли. Продолжение следует... 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 Вот такие мелочи получаются. Сохранить язык, получается, язык вашего врага, но вы врагом же не считаете Азербайджан. Вы знаете, что когда были катастрофические обстрелы вашего родного города, Гянджа, Шаарина, Вуранда, первая бомбара попала в дом, где живет армянка, женщина, 82 года, вышла в шоке. Первая бомба попала в нее. Она выжила, ее там госпитализировали, армянка, представляете, Бяхтабах. А первая бомба попала в ее, потом уже на следующий день были катастрофические обстрелы. Более 30 жертв, дети, старики, уряви загромады в момент, что вашу Гянджу бомбят. Честно, что вы почувствовали? Конечно, Карлен, я повторю вопрос, вы вылетели. Карлен Акопов, правильно? Родился в городе Гянджа, Карлен Акопов. Вот, Карлен, когда обстреливали ваш родной город, Гянджа, Шаарина, Бумбара и Блар, когда первый снаряд попал в дом по случайности, в этом доме проживала армянка, но жива-здорова ее госпитализировали, 82 года. Армянка живет в Гяндже до сих пор. Когда на следующий день были катастрофические обстрелы, погибли дети, старики, вот стреляли по ночному городу, что вы почувствовали? Нахиси отнеси не салзаман. Я скажу, мэнэм гардашимын гэллини дэх, олунун гэллини, гэллини дэх олунун гэллини. Правильно? Гэллини. Ага. Кироватска, Азербайджанка. Просто отца Азербайджанны дэх, анасы Рус дэх, бурда. Гэллини дэх, бурда, 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 бурда. И вы переживали, да? Конечно переживали. Карлен, какие у вас ко мне есть вопросы? Прошу, вот. Я вам тоже обещал ответить, да, если у вас есть вопросы. Тут я еще одну вещь сказал, но мы почти это отговорили. Вот есть клип один, да, азербайджанский, говорит, чемкирда еще один фул газананматым, чемкирда еще один фул газананматым. Потом приехал в Москву, и он так от души поет, фудсити-де контейнером вар, мерседесом вар, эвин вар. Знаешь, человек там нашел себя, к примеру, да? А в Москве пришел, он радуется жизни, доволен, что фулл вар. Карлен, я азербайджанец, я доволен жизнью. Я простой аниматор, у меня гелик, у меня три квартиры, и все это в Азербайджане. И много-много еще чего. Нет, это кайфу. Я нашел себя. Что-то делать? Я начинал с продавца мороженого, Карлен. Моем не дедам, не бабам министров не были. Мороженос отрадым на улице. Меня даже в магазине не пускали работать. Продавцом я на улице продавал. Нормально? У меня телефон перегрелся, остановился. Давай еще одно слово скажу, потом я весь в твоем внимании, все вопросы отвечаю. Давайте. Так, смотрите. Еще раз обращаюсь к азербайджанцам. Я вначале сказал... Азербайджанцам. 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 Я еще не дошел до той кондиции, чтобы поднять бокалы за здоровье армян. Честно, я могу поговорить с вами, могу создать с вами диалог, могу обсудить и призвать к миру. Я хочу, чтобы когда-нибудь это... Но из уважения к пролитой крови, к своим шахидам, к слезам матери азербайджанских, к трагедиям, к трагедиям, которые мой дядя лично перенес Первой Карабасской, ветеран. Моя мама врач скорой помощи Сунгаити была в 88-м году. Моя тетя входила и работала хирургом в Первой Карабасской. То есть я сейчас поднимать бокалы за здоровье не смогу. Я вообще не могу, я не хочу бокал даже вообще за здоровье вот этого вопроса поднимать. Этот вопрос больной пока. Я хочу пожелать, чтобы когда-нибудь... Нам надо запрещать, да? Да, надо... Вахлазом, да. Карлен Вахлазом и Карлен Акопов. Честно, нужно время, тогда мы поднимем бокалы, потому что, понимаешь, в бокале должен быть чай, лянькаранский, или кофе, не знаю, бразильский, армянский, вино, коньяк, что хочешь. Но чтобы поднять бокал, должен быть мир. Понимаешь? Когда будет мир, мы и бокал поднимем, и чашку, и армаду сетячан. А пока, пока нам нужно разговаривать. Да, на шагельяй. Карлен, у меня такое... Сейчас я хочу провести блиц. Блиц это когда я вам задаю вопросы, и вы быстро отвечаете. Да, нет, или конкретно два слова. Хорошо? Готовы? Азерс, нет? Да. Друзья, с нами Карлен Акопов. Город Краснодар родился в Гянджи, во штатах. Карлен, хотели бы вернуться в Гянджи? Ну, если будет мир, да. Карлен, сегодня вы счастливы? Ну, относительно того, что были в 90-е, потому что мы переехали, очень было тяжко, негде было жить. Я только женился, у меня ребенок был, мама со мной, мы только когда хотели уезжать, у меня папа, у меня там похоронили. Алла, рахмят и ласинь. Алла, кечен, и ласинь. Это такие тяжкие времена было. Ну, пока работы нету, пол, нехожу. Ношим. Сейчас, слава богу, эвимиз, ящиймиз вар, ушахлар пиоют, ирохтудз ящинда, ушахларым вар, киоглым вар. Гянджи, очень дорожный, Карлен. Ну, я еще раз говорю, конечно, даже если был бы вариант, да, какой-то, я бы поехал. Карлен, скажите, пожалуйста, по-вашему, кто этот конфликт начал, Армения или Азербайджан, или кто-то со стороны вообще, они, не мы. Ну, я вообще думаю, вот то, что я сказал, на маленьком бытовом уровне, да, вот я так думаю. Ну, может быть, пиои сиасиат вар без больших мастеров. Может быть. Потому что утерафтенде вар все равно, как шторан вар вашу. А, Карлен, а сиасиат вар вашу, генце, варьем, как шторан вар? Любимый генцинский блюдо, кирова бацкетта. Ну, тут, что у нас есть, мы тут же пищем, мы пищем. Что это? Пищем, пищем, ковар, ковар, что это? Он, что ты говоришь, армянский долм. Армянский долм. Существуют, что, что, Я говорю, что это не Азербайджанский. Да у нас, да у нас тема, хэм да миллядь, элэ гарышевти, ки. Истает Туркия, истает Азербайджан, даже сёздар миск, хэр шеи, да, были гарышевти. Чтоб сказать это азербайджанский, чтоб сказать это армянский, ну, не билем, может быть что-то азербайджанское, что-то армянское. Белый Бахстан, долма. Армянского я ничего там не вижу, потому что долма это что-то круче, да, я считаю. Да, да, долма, долдрублар, да. Да, да, вот что-то такое, да, ну, тоже время, первые, да, ящик, да, мастер-как, о да, он нам пишут, о да. Инди чтоб сказать это моё, это твоё, не знаю. Много что-то... Карлин Акопов, Карлин Акопов, сиська, Карабах киминди? Карабах на сёбет едир. Карабах киминди? Белый, белый. Да, что сказать. О, что сказали, деви, люди 100 лет 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 лет. Сегодня когда, как вы понимаете, Карабах киминди? Прибьюс to, Карабах Казах, Азербайджаниндер, вот как вы говорите, юридический китки да. А по факту о кематоре вещество. Китая – как правило, проблемы с людьми. Но мы не можем! Еще раз сказать, что в любом случае нет. Кто будет, кто будет. Боим, что оказалось вероятные армейцы. Почему? Но это очень неправдано, как вы делали… Как правило – как правило. Ну, если мировое сообщество считает Карабах Азербайджаном, если они считают, мы тут ничего не решаем, понимаете? Значит, это есть так. Но если какие-то факты будут, что докажут, что это не армянский, не азербайджанский, это люди, которые живут там, это их, нам это не решать, понимаете? Все правильно, все верно. Я с этим согласен полностью, Карлин. В последний вопрос, не скажу мне, Захмет Олмаса, Карлин, в нашем обществе, армянский, азербайджанский обществе, что бы вы хотели бы изменить, чтобы чего не было? Вообще, честно говоря, сейчас скажу, да. Я, когда мне было 21 лет, я только с армии пришел и на работу устроился автобазом. Значит, Питера главный инженер в Азербайджане. Мне 21, а ему 67. Мне казалось, что он старенький, да. Питера главный инженер в Азербайджане. Я всегда люблю с людьми по-взрослой разговаривать, потому что жизнь видели, что-то рассказывали, что. И он мне знает, что говорит. Говорит, оба-лах, курульшимыз беляди, ку-беля кеда билнэ, ку-даху молоды. Вот еще 40 лет назад еще ничего не было. Ни Карабах, ничего. Вот он мне это говорит, курульшимыз беляди, ку-даху молоды, ку-даху молоды, ку-даху молоды, ку-даху молоды. Теперь я не знаю. Всем надо плавно меняться. Всем, всем, всем. Чтобы начать шансы начала. Чтобы люди что-то могли сделать. Мы не знаем, что-то делаем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...